Программа из глубины Хлопай давай, привычка твоя вот эта вот дурацкая. Почему два раза? Спасибо. Собственно, Миш, привет. Я думал, как тебя представлять и думал уже как. То есть большинство людей, которые будут смотреть передачу, они программу. Они будут понимать, с кем они имеют дело. Но у нас есть подписчики, которые не знают. Я же не ошибусь, если представлю тебя как Обаму. Наверное, ты отсюда стал более известен музыкально. Да, была такая страница у меня в ВКонтакте, называлась Барак Обама, где я выкладывал фотографии бывшего президента Америки, Барака Обамы. Скорее всего, большинство, наверное, меня знает именно так, да. Ну, в субкультурных рядах. Ну, в субкультурных. Ребята из тусовки, например, футбольной, они вот сейчас такие, что какой Обама. Дивинский. Ну, давай начнем с момента музыкального твоего. То есть у тебя, я не знаю, скорее вряд ли это первая группа, но тем не менее известен ты в большинстве случаев по группе Outlaw Hero Standing. Да. Ты оттуда начал? Да, и оттуда. Было до этого проектик, но даже можно не рассказывать о нем, ничего интересного. Ну, вот ОХС – это в свое время была сильная, мощная движуха, которая, ну, склыхнула просторы интернета, каких-то тусовщиков, стрейтейджеров. То есть это было что-то новое. С музыкальной точки зрения не берусь это оценивать, мне тяжело, я не хардкорщик. Но вот с точки зрения движухи, то есть вы же собрали там вообще каких-то разных людей со всех сторон, со всех концов, сделали их не пьющими, привозили музыкальные команды, а в одночасье все сгинуло. Как так? Расскажи о периоде, который тебе нравится в ОХС и почему-то оттуда в итоге ушел. В первую очередь, конечно, весь тот этап, который мне больше всего нравится – это начало становления тусовки самой, то есть это концерт под мостом Братеевским. Это какой год? Это 2009. Девятый? Мне кажется, вы в восьмом где-то начинали, нет? Нет, начали мы в восьмом, но вот именно вот такое, прям вот, сольно, мощно, когда мы начали одни все это делать, это вот 2009 год, начали привозить команды, да, там немцев, итальянцев. И потом в какой-то момент, когда ты приходишь на концерт, ты всех знаешь, вот всех, там вот пришло там 70 человек, ты всех знаешь уже, вот в лица ты по именам здороваешься, приезжали там Самара, Краснодар, там Киев, Минск, Витебск, то есть люди абсолютно из разных городов, из Нижнего, Владимирская огромная тусовка, ты их должен знать. Куча народа приезжала со всех городов, у нас был такой сбор городов. Учитывая, что мы делали концерты редко, всегда приезжало много народу, а потом какой-то момент, бас, и 200 человек на концерте. И я не знаю этих людей, как бы, ну, кто это, какие-то там девчонки, какие-то молодые ребят совсем, и я не знаю, как это произошло, это как-то тоже, ну, как-то я упустил этот момент, потому что вот выступали, да, например, раз в год, и вот за год как-то бабахнуло, и вот мы играли с Днепром, Днепропетровской командой Трихел-Сити, и кто-то был еще, я сейчас не вспомню, и было очень много народу, и для меня это, с одной стороны, и приятно, а с другой стороны, как-то уже, ну, нет той атмосферы, к которой я привык, и которая... Элитарности? Ну, это даже не уют, как-то утратился. Элитарности, ее как бы и не было, потому что мы... не та сцена немножко оказалась, мы оказались вне сцены вообще какой-либо. Ну, то есть, да, вы, грубо говоря, в мейнстримовой сцене не были, на правой сцене не были. Нас обзывали банами и шавканами, и ходили по факту и те, и другие. Но вторые, конечно, более скромно ходили. Ну, вот оно все шло, привозили вы группы, ты оттуда ушел, и, ну, как я могу судить, оно все и закончилось. Что повлияло на развал вообще тусовки самой? Многие думают, что я ушел из-за конфликта на Украине. На самом деле, я ушел гораздо раньше, там, по, я так понимаю, по каким-то личным мотивам, и по тому, что я оказался не способен музыкально вывозить то, что от меня требовали. Я играл там в барабанах, и те рисунки, которые, те задачи, которые предоставили, я их не мог выполнить. Поэтому, так сказать, меня попросили. Вот. Все, что у нас есть, все, что у нас есть, все, что у нас есть, все, что у нас есть. Все, я как бы, для меня это было таким мощным ударом, потому что для меня УХС, это вот с 2007 года, ну, это занималось всю мою жизнь, абсолютно всю мою жизнь. То есть, не дня. Я постоянно думал, что-то придумывали, что-то клеили, рисовали, собирались. То есть, ну, постоянно что-то, какой-то, да, движняк был. А тут меня всего этого лишают, и было так, довольно депрессивно на душе. Но сейчас, анализируя все, я рад, что я принадлежал к всему этому, и рад, что сейчас я не принадлежу к всему этому. Что было потом, я не знаю, я затаил обиду на них всех, и ни с кем не общался, и не хотел общаться. Конечно, это уж, ну, сейчас у меня такого уже нету, я, как бы, никакого зла не держу. Я рад, что все так получилось. То есть, общаться с некоторыми людьми я просто не хочу по причинам, потому что мне это уже неинтересно. А что произошло там и дальше у них, я не знаю, почему все. А, потом начался конфликт украинский, и что-то там у них вот на политической вот этой движухе... Ну, раскол произошел. Произошел раскол, и посыпалась сама тусовка вся. Потому что начали выдавать личное за общее. Ну, да, да. Люди были разные, и никогда никто не говорил, вот мы вот это, мы вот это. А тут произошло так, что люди начали говорить, что мы вот это. И как-то это развело людей по разные стороны. Ну, да, у всех свои мотивы, свои пожелания. Вот ОХС закончился. Как получилось от юности моей, когда ты собрал музыкантов? То есть, ты же такой деятельный человек. В какой момент ты решил, что... Ну, где-то год поплакал я в подушку, что меня лишили музыки. И подумал, что надо бы собраться. Предложил Ване хаму. Говорит, Вань, ты мультиинструменталист, давай на гитаре у нас будешь играть. Он говорит, давай. Кто будет на басу? А до этого я общался с моим другом Севолодом, который играл на тромбоне в группе Плаш Фиш. Я говорю, Сева, ты же музыкант. Ты знаешь, на басу играть там, как ножкой притопывать. Давай будешь на басу играть. Он говорит, а давай. Тем более у меня, говорит, есть бас-гитара. И вот мы втроем собрались на реп-базе. Ваня нам... А ты все еще на барабанах? Да. Ваня мне выслал пару музыкальных зреслов, которые он хотел видеть. Мне они понравились. Они такие были... Более, наверное, все-таки... Говнорокерские? Нет, он был больше такой металлкоровый. Я хотел больше играть хардкор, немножко другого, попроще. Начали мы репетировать. Там вот три зарисовки какие-то вот хам Ване дал. Но потом у Вани тупо не оказалось времени. Он говорит, ребята, я, короче, не могу репетировать, приезжать. Вам надо искать кого-то еще. А мы еще все это время занимались поиском на вокал кого-нибудь. Были очень крутые варианты. Согласился позить на конформе у нас петь. Кто? Позить на конформе с группой. Ну и зачем? А на конформе? Да, на конформе группа такая. Не знаю, слышал ты такую, когда-нибудь слышал. Ну, конечно, я на концертах даже был. В поиске счастья, там их альбом был такой, я помню. Вот. Он был на Бали на тот момент. Он даже начал что-то писать. Но в итоге он приехал. И там что-то у нас срослось. Сева с ним должен был встречаться. Не вышло, в общем. Много. Там были крутые варианты, на самом деле. Но некоторые нам не подходили по идеологическим соображениям. Потому что я изначально хотел создать хардкор-коллектив, который говорил бы о христианстве. Поэтому и был выбран Сева. Потому что я знаю, что он православный христианин. Хоть многие сейчас будут гоготать, наверное. Многие гоготчат при упоминании просто Сева. Тыкать него пальцем, да, как он христианин. Но так или иначе это так. И хотелось христианские ценности нести. Для людей, особенно до той тусовки, которую я знаю. До хардкорщиков, до стрейтейджеров, до панков, до футбольщиков. Я знаю их предвзятое отношение ко всему этому. И учитывая, что я сам был таким, и хотелось попробовать дать им те же переживания все. Ну, раз мы перешли в субкультуру, приостановим вопрос про музыку. В какой момент ты разошелся с язычеством и понял, что тебе ближе православие? То есть это же тоже какой-то модный тренд появился в определенное время. Я не утверждаю, что ты начал модой заниматься. Я говорю лишь о том, что в какой момент тебя это зацепило. Дело в том, что я крещен с детства. Ну, как большинство, наверное, людей. И как раз, когда пошло веяние язычества, что мы там, все русские скины должны быть язычниками. Неоязычество христовой любви. Увлекся? Ну, как увлекся? Я говорю, что я язычник, все, не более того. А тут вот как раз где-то год 2006-2008 я прям начал так, прям богохуличить. Такое больше антихристианство было, нежели это было язычеством таким, вера в каких-то предков. Потому что, ну, заставить себя поверить во что-то сложное. И как-то поехал я на Купал. Это как раз, по-моему, и был 2009 год. В город Переславль-Залесский. А нет, это был 2008, потому что было евро. Мы игра из голландцев. И я прям чувствовал себя там не своей тарелки. Мне было очень некомфортно. Прям вот всем своим существом я понимал, что я хочу уехать отсюда. Но гордыня внутренняя. Ничего, я подойду к братве, скажу, парни, поехали отсюда. Они скажут, давай, иди в палатку. Вот. И говорят, давай мы тебя раскресим вообще. Это все вот тебе говорят. Давай мы тебя будем раскресивать. Я говорю, ну, конечно, давай. Прошел какой-то там обряд раскрещения. Нарекли мне там оймием. Каким? Блин, яровид. Яровид? Да. Ну, короче, все такое. Это очень некомфортно мне было. Очень прям мне все это не понравилось. После этого у меня как вот я вернулся домой, маску меня как обрубило. Все вот. Вообще. Я понял, что это сто процентов не мое. И как-то у меня были туннели. Я часто ездил на ВДНХ покупать себе всякие плаги, туннели. И там выхожу из одного павильона. То есть у меня книжная лавка. Я туда захожу и покупаю себе Новый Завет. Вообще. То есть у меня даже желания такого не было. Просто вот ноги меня занесли туда. Кто-то в этом увидит падение. Я как по словам христианин вижу в этом промысл. Покупаю Новый Завет. Прочитываю его. И понимаю, что мне нужна дополнительная литература для понимания. Я прочитал книжку очень сложную и мощную Серафима Роуза «Душа после смерти». И тут меня прям как по голове ударили. Я понял, что надо менять свою жизнь. Не в плане физическом менять свою жизнь. Потому что я уже был стрейтейджером. Я не пил, не курил. Спортом каким-то занимался. А в плане духовном. Что в любой момент, и жизнь это сейчас доказывает, ты можешь умереть. Будь, да, там, Гоша, например, болгарин, царство небесное, на тренировке по регби. Просто. Ничего даже не делал. Взял и умер. И это может произойти. В любой момент ты можешь пойти, споткнулся, удариться головой об кафель и умереть. И твоя душа сразу никуда не попадает. Нас сразу на суд не попадает. До суда надо еще добраться. И те бессы, которые окружают нас постоянно вокруг, они эту душу начинают терзать. И все то, что ты делал в своей жизни, воровал, ругался, обижал кого-то, бил, убивал, ну не знаю, кто чем-то занимался, это все будет тянуть нас вниз сразу же. Это просто я довольно косноязычный. Серафима Роза все описано так мощно, и так все это меня задело, что я понял, что надо все это менять и срочно. И начал продолжать читать всякую литературу. Библию читал? Конечно. Моя жена называла меня сектантом и говорила, что я за брошюрки сектантские приношу. Как правильно причащаться, как правильно исповедоваться, всякие жития. Библия пошла сложнее у меня, конечно, потому что там слишком... Таким языком, наверное, написано тяжело. Она слишком много требует объяснений. Там любая строчка, мы с тобой можем биться про нее сутками. И ты будешь стоять на стоем, я буду стоять на своем. Как коммунисты, демократы из этой серии. И поэтому мне нужна была подпитка какая-то. Я долго метался, к кому примкнуть, и понял, что все-таки православие ближе мне. Я прошел чин присоединения обратно к православной церкви, так как я все-таки от нее отпал, находился в прелести языческой. Это как бы там ерунда все, потому что мне священник говорил, что, ну, в принципе, ерунда. Но, говорит, если тебя как-то там нарекали именем, то давай, мы лучше пойдем чин присоединения. Его проводил митрополит Волоколамский, Иларион, тогда он еще не был, по-моему, митрополитом. И вот так моя жизнь пошла дальше уже в струе православного христианства. И учитывая, что это все наложилось на мои субкультурные движухи, это очень огромный барьер был для меня, потому что с дырявыми ушами в татуировках приходишь в храм и чувствуешь себя, ну, и мягко сказать, тоже так сначала. Ну, ты понимаешь, что ты приходишь, конечно, к Богу, но везде есть люди. И эти люди, они смотрят. И как очень часто обсуждающие, и было в некоторых моментах, ну, я нашел свой храм, куда хожу, я нашел священник, к которому я хожу. Где тебя понимают, где тебе комфортно. Да, абсолютно. И где люди не смотрят на мои татуировки, общаются непредвзято. И потом, как только я изменил свое отношение, понимание к этому, я понял то, что я теперь в любой храм захожу и уже не вижу этого. Что на меня там кто-то смотрит, на мои уши, на мои пальцы. А это вообще, ну, большая проблема? Знаешь, у меня есть друг Илья Хохлов, он миссионерский отдел Калужской епархии. Вот он рассказывает такую штуку, что у нас священников, то есть вот семинаристов, учат, это будущие священники, учат общаться с бабками. Прямо это отдельный предмет. Нет, вот просто вот. Он говорит, их обучают общаться с бабками. Вот ему плевать, какой у тебя пол, какой у тебя возраст, он будет с тобой разговаривать, как с бабкой. И вот он говорит, нужно вот это ломать тоже. Потому что он говорит, нужно показывать людям, то, что православные христиане разные. У нас просто такой стереотип, что там бабки. Но там не только бабки. Но уже моли помиловать и страну российскую. Да я бы даже сказал, там не большинство бабки. Не, многие. Я и молодых людей видел, и опять же, бандиты. Вот это вообще отдельная для меня история. Я немножко этого не особо понимаю. Особенно вот эти, когда воры какие-то там православные. Ну, подожди, если перевернуть на это же русло, вот буквально несколько раз назад ты сказал, что для того, чтобы добраться на высший суд, ты пройдешь через то, что ты там бил людей и так далее. Как ты с этим справляешься? Как ты себе это объясняешь? Понимаешь ли, это добровольно. Добровольно что? Люди идут добровольно на то, чтобы подраться. Да. Это не против их воли, они меня бьют. Я знаю, что он меня будет бить. Я иду на это добровольно. Я даже, может быть, хочу. То есть ты это сравниваешь со спортом? Да, конечно, состязание. Нет, ну как, то есть вот если ты на поляну пришел, да, если ты кого-то накрываешь. А какая разница? Все те, кого накрывают и кто накрывает, все отлично понимают, что это и как это. Конечно. Ну, то есть левых людей вы не трогаете? Все время это говорю, всегда, что как бы, это же обывательское вот это вот мнение, что типа, а, вы там подонки. Ну, действительно подонки, чего уж скрывать. Но все время говорю, что если он хочет подраться, я хочу подраться, почему нам не подраться? Мы же как бы тебя-то не трогаем. Конечно, все это вот это вот пережиток середины 2000-х, когда он нон-стоповая какую-то рубила всех подряд, там в вагон метро залетает, там, да, компания людей и просто рубит там всех, там, фантомасов, всяких детей, там. Это уже, слушай, это не делает тебе никаких бонусов. Все это к этому давно пришли и отлично понимают, что и какой смысл, например, там, ехать. Ну, завалить кузьмичей там в вагоне метро, как бы, ну, с тобой наоборот посмеются, скажешь. Мы наставим все это каким-нибудь, ну, недобропорядочным. Ну, гопником, гопником. Да, это гопота. Это же обычная гопота. Гопота – это вообще как бы враг любой субкультуры. Да, то есть неважно же, как бы, панк-то или не панк-то. Ты гопник сам по себе. Называют первые в воздухе, первые в воздухе, первые… Помолчите, пожалуйста. Первые в воздухе, первые… На районе всегда было в детстве там тусовались рэпера, там, скины и панки, и футбольщики, и, ну, как бы, как бы, враждующие лагеря. А когда проблема у гопоты, с гопотой была, рэпера всегда бежали к нам и говорили, у нас гопота вот обижает. Помогите. Да, и приходилось, конечно, идти спасать наших районных субкультурных братьев, хоть они и в другом лагере были. Ну, это же тогда как бы гопота – это общая проблема всех и вся. Этот вот кричит, не трожь тех, кто меньше ростом. Этот мальчик так хорош, загляденье просто. Про православие мы поговорили, в целом позиция-то понятная. Наверное, она такая же, как у Яна Макея, да, со стрейтейджем. То есть я не это, не бухаю, потому что мне не нравится. Ну, я не язычник, потому что, ну, не маю, я этого не чувствую. Вот. А вот если опять же вернуться к Яну Макею, ну, а как ты стал стрейтейджером-то? В какой момент ты опять же это осознал, что бухать – это не твое? Нет, бухать я бросил за год до того, как стал стрейтейджером. Я просто побухал свои годы мощно. И 2006 год был такой довольно переломный для меня и сложный. Особенно лето 2006-го, когда тормозов не было. И вот я одним прекрасным июльским вечером, ой, утром проснулся. И все. Я даже никакой силы воли не прикладывал к этому. Никакой. Конечно, когда, опять же, анализируя сейчас со стороны, все, со стороны того, что я православный христианин, я понимаю, как это произошло. Но на тот момент я особо не понимал, я просто говорил, я просто вот захотел не бухать и перестал. А учитывая, что вот многие люди говорят, Мишаня, я вот не хочу бухать, а бухаю, и не могут прекратить. Я понимаю, что я в этом тоже вижу промысл и молитву матери, и, как говорится, молитва матери со одноморья поднимет. Потому что это все было у нее на глазах. И только благодаря, видимо, ее молитвам я проснулся. Я говорю, тут моей воли не было. Была только воля Бога и все. Потому что когда потом бросал курить, там была, я прикладывал свои усилия, мне было тяжело бросать. А тут нет, я просто проснулся, перестал бухать, и все. Я считаю, что тебе крайне повезло в этом смысле. Да, слушай, я тоже вот обращал внимание на это и считаю, что все-таки да, тут чудо. А потом через год я прочитал что-то, ну, давно шутили, ты что, стрейтейджер? Я говорю, какой стрейтейджер? Я помню, у Леши Хэнка была песня. Да, стрейтейдж скингхэс. Вот, и, ну, почитал про стрейтейдж, и в 2007 году, став вегетарианцем, понял, что это прям мое. Там музыка, и тот посыл начал читать. Конечно, мне понравились мир, стрейтейджеры, вот эта вот агрессия их на весь вот этот бухающий наркотический мир, на всяких, на проституцию. Меня это очень все привлекло, прям я прям так очень загорелся вот этой идеей такого агрессивного стрейтейджера. Не пошел далеко? Через годик подотпускают. Вот, поэтому я остался верен как бы пролайф идеям всяким, что... Пролайф это что такое? Это против абортов. Ага. Остался верен всему остальному, но я стал попроще относиться к людям, которые бухают, к моему окружению, которые бухают и которые едят мясо. Ну вот, возвращаясь к вопросу про бухло, мясо и людей, которые окружают, и опять же мы с тобой поразговаривали, но я бы затронул это на камеру. Вот, в какой момент ты понял, что людей обвинять в том, что они бухают, ну, нельзя превознося себя? Слушай, ну, не то в какой-то момент, просто поначалу ты чувствуешь вот эту вот элитарность, то, что ты вот не пьешь, не куришь, а вот они все свеноты не могут в руках себя держать. Но потом, опять же, ну, просто надо думать, как бы, головой своей, включать свою голову. Ты вот только вчера валялся тут. Не лучше вообще. Сегодня людей ходишь, учишь. Ты это не сделал ни сам, ни по своей воле ты как-то бросил пить там, ни по каким-то причинам, ни по здоровью там тебе запретили. У тебя так произошло в жизни, что ты вот все, не пьешь теперь. У меня это было вот так, у кого-то это иначе. Я говорю, где-то вот года полтора начинает отпускать вот сама элитарность вот эта и ненависть к этим людям, потому что... Ты понимаешь, что ты ничего не можешь изменить. Да, смысл от того, что ты вот будешь вот ходить, плеваться в них, ты останешься один по итогу. Да, да. Я тоже об этом думал. Ну-ка иди отсюда. Миша, как у вас там говорят тупые догазы. И все, поэтому надо менять свое отношение к людям. Круг друзей у тебя изменился, когда ты перестал бухать? Да. В какую сторону? Что поменялось? Поменялся вообще кардинально круг друзей, потому что поначалу я ездил на те же пьянки, но тебе через час наилл скучно. С людьми, они уже на своей волне все становились. Я, учитывая, что у меня был музыкальный коллектив, который обрастал тусовкой, я начал больше общаться с ними. Тусовка, соответственно, так как мы проповедовали стрейт-эйдж, она в основном была стрейт-эйджевая, такая у нас там пятнашка сначала была, вот мы ходили ночами, гуляли, что-то тусовались, рисовали, клеили там стикеры, угорали, веселились. И вот эта тусовка как бы все росла, росла, и с ней больше начали общаться среди стрейт-эйджеров. Даже не знаю, кто из них сейчас остался стрейт-эйджером, кто нет. Вот, кстати, вопрос в продолжение. Ты знаешь тех людей, которые стали стрейт-эйджерами, но потом опять забухали резко? Знаю. Их немало. Как они объясняют? Я перестал с ними общаться до того, как они начали бухать. Поэтому, да и зачем мне их объяснение? Что я, мент, что ли? Ходить. Просто интересно, но это же общение. Если бросил общаться, то, конечно, смысл. Да, о чем мне? Ну, начали бухать, ну, пусть бухает, это их дело. Просто у стрейт-эйджеров есть такой лозунг, true till death, верность до смерти. Он, кстати, очень схож с православным, у них тоже есть такой лозунг, верен до смерти. Довольно старый. Поэтому я об этом узнал, конечно, же позже, когда уже прикоснулся к православию, узнал об этом. Что для меня было очень так радостно, вот это переплетение. Соответственно, что я могу сделать выводить, что они не были стрейт-эйджерами. Они просто на какой-то момент не пили. Потому что если ты не верен своим идеалам, которые ты выбрал, я понимаю, как это пафосно звучит. И я понимаю, что мне 16 лет, а мне уже 33. Но то, что ты выбрал этот путь, это все, ты как бы должен, не должен с него сворачивать. Потому что вот это вот, я сегодня стрейт-эйджер, завтра я не стрейт-эйджер. Нет, братан, значит, ты просто не пьешь в какой-то период времени, не надо. У нас все сразу любят, я на крестах теперь. На крестах. Ну, такое модное понимание, что я сейчас не пью. Для меня стрейт-эйджер, он также не разделен с вегетарианством. Я считаю, что стрейт-эйджер должен быть вегетарианством как минимум. Насколько далеко можно зайти, ограничивая себя в чем-то? То есть, по-моему, это же какое-то испытание силы воли, наверное. Понимание того, куда ты можешь зайти. То есть, сначала ты не пьешь, не куришь. Потом ты перестаешь употреблять мясо. Потом, наверное, ну пусть будет религия. Что, куда дальше можно зайти? Слушай, ну я... Куда уж дальше, наверное. Если у тебя религия, и ты по ней двигаешься, как человек, который следует идеалам своего вероисповедания, то дальше только монашество может быть. Например, православный монах, он не курит, не пьет и не ест мясо. И молится за тебя, за меня, за Иру. Юра, было бы хорошо сейчас подснять, Юра. Вот, поэтому дальше только монашество, наверное. Но это путь не каждого, и не каждый, в православном христианстве, не каждый священник тебя благословит на это. Тем более, у тебя есть семья, там, и так далее. Но это все тяжело уже дальше. Ну, не пойдем, наверное... Как я это вижу. На самом деле, для меня конечная фаза, это вот то, чем... Ну, не то, что конечно, постоянно всегда есть к чему стремиться. Но я имею в виду, ты говоришь, про ограничения. Но это, опять же, для меня не было ограничением. Для меня это было более наоборот. Расширение. Расширение. Я могу не есть мясо. А ты можешь не есть мясо? Не можешь. А я могу. Как показала недельная практика, я могу не есть мясо. Поэтому это смотря, с какой стороны мы смотрим. Для меня просто отказ от мяса отказался тоже без какой-либо силы воли, я не прикладывал. Для меня это очень плавно произошло. Мы поехали в Киров, познакомились с парнями, там, стрейтейджерами. И вернувшись в Москву, я как-то смотрю, что-то я там пару дней не ел. Думаю, ну, не ем, не ем что-то. Дай-ка дальше посмотрим, что будет. И как-то, ну, у меня не было такого, что, как вкусно пахнет мясо, хочется. Ну, нет такого у меня, как бы, ну. Не твое. Да, я сказал, ну, не ем, не ем. И открыл для себя другую кухню абсолютно. Я знаешь, что вспомнил? Вспомнил, как вы, будучи ОХС-тусовкой, пытались ходить на концерты, ну, назову их левами, ну, когда там, группу, ну, да, да, да. А для чего? Ну, не то, что пытались. Мы ходили на некоторые, потому что для меня, почему вообще получился ОХС? Потому что почему-то стереотип, что хардкор ходят одни антифашисты. Я не говорю, что на хардкор должны ходить фашисты, вот. Но, типа, исключительно, что если ты националист, русский патриот, тебе там делать нечего. Для нас это было как-то, ну, неприемлемо. Почему я не могу ходить на концерты, если мне нравится? Как раньше было, да, там, начальник 2000-х. Ходили все подряд. Да, да. И ничего там, все понимали, что если тут кого-то рубанут, завтра армия придет и рубанет всех. Поэтому как-то все было, все друг с другом как-то находили компромисс, общий язык. Мы хотели как бы то же самое воссоздать. И вот не получилось. Да. Но попытки были. Я думаю, что с коллективом от «Юности мы и я» у нас получилось гораздо лучше все это. Потому что люди ушли от политики и больше... Ну, сейчас вообще, по-моему, просто ситуация поменялась. Опять же, это из-за конфликта связи, я лично считаю, украинского, который разделил всех на все. И по итогу люди начали общаться друг с другом, не в зависимости от того, что он там антифашист. Я не знаю, на каком уровне. У меня, например, мама тоже антифашиста. На уровне его. Бытовом. Школьном, да. Ну, а что, Гитлер плохой. Понимаешь, да? Да. Ну, это как бы... И как бы, ну, это нормально. Я не могу. Ну, как бы, мне вот этот радикализм в этом плане, он не очень близок на всех. Абсолютно. Абсолютно. Вот смотри, с точки зрения вернемся обратно к группе. Все-таки мы же про тебя как про личность, но и через группу смотрим. Ты, безусловно, лидер коллектива. Художественный руководитель. Художественный руководитель ансамбля. Да, с приходом у нас нового гитариста, просто в основном сейчас всей музыкой занимается он. От и до. Но я готов нести ответственность за все происходящее. Не, я не про это. Наверное, год назад у нас с тобой был разговор по поводу развития группы. И в тот момент я помню, что ты писал таким деятелям культуры и искусства, как, ну, Пух из группы FPG, Бутусову. Кому еще ты писал? Кинчеву. Кинчеву? Я вот искренне говорю, что я восхищаюсь такими людьми, по-моему, кого написать, но хотят получить ответ и что-то добиться. А, и Максу кавалере. Вот, вот. Чего ты хотел от них? Хотел сделать фит, совместный трек на тему, на тему трагичной русской, так сказать, даже фрагментом трагичной новейшей русской истории. У нас есть несколько песен, я хотел с ними сделать это вместе. Учитывая, что я знал, что они православные христиане, кроме Пуха, я хотел это сделать. Пуху я хотел написать, потому что я узнал, что вы товарищи, думаю, ну, он сам панк, что, он не пойдет там на встречу, мы там в подвалах играем, может быть, он вспомнит свою молодость и захочет пойти на встречу. Это, скорее всего, для популяризации, конечно же, нас. Для того, чтобы выйти более на легальную сцену, более открыто, что все делать. А ты ожидал, что тебе ответят положительно? Нет. Ну, то есть, это как бы ответ, ну, такой, из серии, за спрос денег не бежит. Да, процентов 20, конечно, я думал, что, ну, вдруг да. Вроде люди... А ты веришь в то, что таким образом можно что-то добиться? Громко заявить о себе можно. Особенно, если ты сделал какой-то качественный материал, конечно. Потому что, знаешь, я как-то читал, я не помню, кто это написал, какой-то гитарист, какой-то нашей группы, типа мастер, что ли. Он сказал, ребята, в чем заключается суть разогрева? Разогрев, это должен быть коллектив, крутой, схожий по материалу как-то и качественный. Потому что у нас приходит на коллектив, на какой-то, и кто-то разогревает. Они вот так вот смотрят, когда этот закончится. Дайте мне, пожалуйста, группу, на которую я пришел. Однако, это вот как был Сикофитол и Турбалакс. На этом Турбалаксе сидели вот так вот, думали, когда Турбалакс закончится, и выйдут Сикофитол. Или, ну, там какие-то различные моменты. И получается то, что ты вот таким фитом или разогревом на какого-то мейнстримовом команда можешь облажаться, и в итоге и про тебя забудут, либо будут вспоминать с не лучшей стороны. У меня тоже есть такой опыт, я помню, что на концерт Тараканов я ходил, и перед ними группа Label, по-моему, выступала. Не помню, я название не сильно запомнил. И Yotam из группы UselessID, но он с акустикой там приехал. Но если Yotam еще играл и не напрягал никого, как бы, звезду по имени Солнце спел, то вот группу Label, как бы, я сидел, думал, блин, зачем я вообще приехал так рано, ну, че, сижу, слушаю, напрягаю, это же все равно напряжение. Конечно, устаешь. Блин, в тот момент я, наверное, осознал, что нам не нужны разогрева. Ну, потому что, блин, зачем, как бы, потом сидеть и слушать вот эти все истории про то, что, ну, помимо того, что группа разогрева, она всегда на своих настройках играет, и у них качественный звук, а тебе надо доруливать, там, песню до шестой, вот это все до конца. Вот, и я понял, что, наверное, ну, не надо. Ну, если это не фестиваль какой-то, например, нашествие. Нет, и поэтому как-то я рассчитывал, конечно, на выхлоп, ну, и на тот момент, и сейчас я считаю, что у нас есть качественный материал, который мы могли бы с ним записать вместе, и не думаю, что это было бы бонусом или плюсом для них, ну, разве что, может быть, для Бутусов, потому что он более такой какой-то сейчас в тени, там, я не знаю. Я бы не сказал. Я просто не знаю, чем он сейчас занимается. Все хорошо. Да, я знаю, что он просто православный христианин, вот, поэтому я написал ему. Но для нас это было бы, конечно, мощным рывком, как я рассчитывал. Но я думаю, потом я просто додвинулся эти идеи, подумал, а для чего и для кого. Но так как у нас сейчас новый гитарист, и музыка стала более интересной, мы сейчас собираемся писать альбом, он будет вообще кардинально другим. И я помню, что музыка будет более интересной, более сложной в техническом плане. И что нам есть, куда двигаться, и думаю, что все-таки с кем-нибудь, да получится. Получится обязательно. От «Юности моей» какая вот ближайшая цель? Ну, помимо записи альбома, понятно, что концертов, вот какая-то, ну, есть как бы вот мечта, которая, ну, недостижима, наверное, а вот есть цель какая-то. Ближайшая цель – хотелось бы снять качественный, хороший видеоролик. Клип? Видеоклип, да. Ну, вы же с ОХС как-то снимали, кто-то же вам делал. А тут другая история немножко. С ОХС – это было разово, нам просто помогли ребята, потому что они узнают, что мы все делаем бесплатно. И мой дружище, там, Максим, он просто собрал команду хороших операторов, которые стоят хороших денег, и сделал на то, что все бесплатно. Это как бы разовый случай. Сейчас такое вряд ли получится сделать за бесплатно. Можно сделать за мелкий прайс, конечно, но, опять же, для этого нужно время, для этого нужны хорошие локации. У меня есть мысли, да, есть и мысли, но пока все это вот цель. Вот ты какое-то время назад был избирательным относительно коллективов, с которыми ты будешь играть. То есть ты так смотрел, ага, нет, с этими я не буду, тут там баны, вот с этими не буду, с этими не буду, там, а вот с этими я подумаю. Сейчас ты так же остался избирателен или… Так же. Прямо абсолютно. Ну, не прям абсолютно, но если люди, я уже объяснял, если люди, я знаю, что вот они вот, например, но совсем не наши. Вот зачем мне с ними выступать, потому что мы и так, мы пытаемся навадить компромисс какой-то в молодежных субкультурах, найти какой-то общий язык, а нас топят вот постоянно. И выступая с этими коллективами, мы сами себя еще топить будем. Поэтому я в этом, ну, не вижу никакого смысла и развития ни для себя, ни для них. Да и потом зачем, если некоторые люди даже не понимают, о чем мы. То есть там придут люди на них, мы им про христианство, а они… А они про аборт. А они про стану. Ну, а теперь я представлю вам вашего правителя, властителя ада, сатану. И каждый день в воду будет все жарче и жарче, потому что мои приспешники, мои… Мои… Извините, я что-то сегодня не вытучил. Я сегодня не могу. Смотри, ОХС, чем запомнился у меня в том числе, тем, что это было на уровне… Там, сделал футболку за 299 рублей, продал за 300. У вас есть аскеза, что это? Это проект с моей женой, которой мы хотели провизировать вещи на христианскую тематику, потому что много христиан есть, и те вещи, которые они носят, типа, ну, хотят там футболку какую-нибудь там, хочу что-нибудь, чтобы все знали, что я православный. Ты либо находишь футболку себе с пересветом, ну, как это, как максимум, либо просто там на ней что-то написано невнятно, и как-то скучно, и… Ну, так уныленько. Тем более, опять же, это был расчет на субкультурный молодежь. Расходится? Ну, постараюсь развиваться потихоньку, вот, да, по регионам уходит много. То есть это такой, больше на субкультуры, конечно, направленный, потому что в субкультуре, как оказалось, очень много христиан. Я просто раньше с этими сталкивался, а сейчас люди начинают сами мне писать. Ты представляешь, я тоже христианин, и я не знал, что вот есть такие-то, вот такие-то. Давай дружить, типа того. Я говорю, конечно, давай. Какая группа вам близка на сцене, как ты думаешь? Лично мое мнение? Твое, конечно. No innocent victim. Это что-то... Американская команда. Не, я, наверное, больше про наших. Наш? А, современники прям что-то? Ну вот... Кем бы мы могли бы рубануть? Кем бы вы могли бы рубануть, и вот конкретно ваша группа друзья. Ну, как бы, не знаю. Я думаю, мы могли бы сыграть в Clockwork Times. Не, ну если так, серьезно, прям... Нет, я, конечно, хотел бы сыграть в Clockwork Times. Я тебе уже не раз об этом говорил. Ну да, да. По духу, чтобы и по звуку, я даже не знаю таких коллективов у нас сейчас. Я бы сыграл бы с коллективом, с питерскими пару коллективами, но они тоже такой андеграунд, подвальный, хардкор. Если все получится, мы с ними сыграем. Ну, это какие? Это же интересно. Угроза примером. Как? Угроза примером. Это как раз та движуха, которую и мы стараемся наладить. На них ходят как бы все подряд, там, и БЛС-ники, и какие-то ребята из клуба Там-Там, а-ля, знаешь, там. Ну, в таком духе. То есть, ну... Я утрировал про Там-Там, конечно. Не, ну, то есть вы выступаете за то, чтобы ходили все. Вернуть начало двухтысячных. Конечно. Безусловно, это так. Я считаю, что это хорошая идея. Я вообще считаю, что молодежь надо объединяться, а не... И общаться. Потому что, когда начинаешь с ними общаться, ты понимаешь, что у вас общего гораздо больше, чем не общего. Да, да. Я общаюсь с ребятами, а он, оказывается, там, патриот русский. Его называют там шавкой, потому что он просто скинхед, который не зигует, как бы ему не нравится. Это то, что скинхеды зигуют. А он русский патриот, гомофоб, например, там, такой прям. Ну, то есть его особо ничего не отличает. Если мы уйдем от германа дрочки вот этой, то найдем гораздо больше общего языка. Ну, вот на этом моменте и хотелось закончить, потому что я-то на самом деле о том же самом всегда думал. Ну, мы с тобой общались уже, да. Потому что подзаебли уже вот эти вот там... Люди в большинстве случаев-то даже пытаются... Они боятся признаться, что они не такие. И, наверное, в этом проблема всех субкультурных движух, потому что... Вот он сидит, думает, блядь, ну вот я сейчас скажу, что вот я гомофоб, а про меня скажут, что я, блядь, вот хуёвый там фашист и так далее. И вот как бы большинство людей, что с той, что с другой стороны чего-то боятся, боятся сказать, какие они на самом деле есть. Очень хорошо, что есть такие люди, которые не очкуют. Программа из глубины.